Бывший премьер-министр, Армения ничего не получает, она только отдаёт. Ничего не жду от армяно-азербайджанских переговоров. Прежде всего, отмечу, что эти переговоры проходят на условиях, когда Азербайджан, помимо того, что давно отобрал многие наши территории в виде анклавов, сейчас очевидным образом после 9 ноября захватил ещё несколько сотен квадратных километров. Плюс к этому Баку имеет территориальные претензии в отношении Армении. Об этом заявил в беседе с корреспондентом «Новости Армении», НЕУСАИМ, бывший премьер-министр Армении в 90-е годы, руководитель оппозиционной партии «Свобода Гранд Багратян», касаясь того, что после последней встречи на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России было объявлено, что стороны сблизились по позициям, уточнили подходы по части пограничного, таможенного контроля, а также режимов, правил передвижения граждан, грузов и транспорта. По его словам, подход Азербайджана и Турции следующий. Они предъявляют требования по шесть территориям, при этом все они армянские. В конце принимается компромиссное решение. Три – вам, три – армянам. Мы увидим очередной предательский документ. Они не выведут войска, незаконно вторгшиеся на территории Армении, что признает и армянская власть. Они ведь не собираются отходить. Наряду с ранее захваченными анклавами в декабре 2020 года они оккупировали и трассу Горис-Капан, которая была полностью армянской, и мы это подписали. Его подписал министр обороны Вагаршак Арутюнян, ставший послом в России. То есть если сейчас говорят, что позиции сблизились, значит, Азербайджан снова потребует от нас, к примеру, 20 уступок, а мы пойдем только на 10. Армения ничего не получает, она только отдает, подчеркнул Багратян.